...эврейский цикл жизни. Вы все знаете о том событии, которое происходит в жизни маленького мальчика впервые. Да? На иврите это называется брит мила. Или же завет обрезания. И слово брит, завет, или же фраза заключать завет, на иврите звучит как срезать завет. Так как завет по-любому включал, должен был, как бы, включать кровь. И как вы знаете, что обрезание, оно восходит еще к временам Авраама. И Авраам был обрезан, когда ему было сколько лет? Где-то около ста лет. Примерно так. Или 99, 100 лет. И это намного труднее для взрослого. Это не пикник для маленького ребенка. Но не слишком плохо. Когда два сына моей дочери были обрезаны, я присутствовал там. И ритуальное обрезание называется мойя или мохел. Мойя, это более как идиш, мохел, более как на иврите. И когда они начали обрезание процесса, моя дочь сделала такой жест. Я сказал, ничего страшного будет, все будет окончено через минуту. И дедушка занимает очень важное место в этом событии. Чтобы держать мальчика. И может быть, дать ему немного, как, поставить пасифир в его голову. Что? Вы знаете, что пасифир? Какое, что ты добавляешь в голову, что ты добавляешь в голову. Чтобы дать ему соску в рот. И, конечно же, ты должен добавить его в пиво. И потом окунуть соску в вино, после этого. Несмотря на это, еврейских алкоголиков очень мало. Поэтому, как бы, евреи, они начали пить вино. До того, как русские начали пить водку. Может быть, русские дети пьют водку в тробе матери. Возвратимся обратно к истории. И это основной момент. И это то, каким образом человек становится евреем через завет обрезания. И также проходят короткие молитвы на протяжении этой церемонии. И мальчику дают его имя на еврите в это время. И в большинстве стран мира у еврейских мужчин два имени. Одно имя, еврейское имя, которое используется на различных праздничных событиях в синагоге. Второе имя, которое используется в повседневной жизни. Некоторые евреи используют оба имени. И в Израиле, конечно, вашего имя на еврите – это ваше повседневное имя. И в Израиле, ваше имя на еврите – это ваше повседневное имя. Приходилось ли вам слышать такую фразу? Когда говорили о Павле и Савле, Савл – его имя до обращения, а Павел – это его христианское имя. Слышали ли вы такое? Это неправда. Это неправильное понимание христиан. У Павла было два имени. Павел в греческом мире использовался. Но, находясь в еврейском окружении, он использовал имя Савл. Так же, как и большинство еврейских мужчин того времени. И раввины говорят, Тот, у кого слабое сердце, У кого сердце слабо, он не может быть могел. Поэтому я никогда не смог бы делать обрезание. Я не могу терпеть кровь и резать плоть. У меня должна была быть операция на моем колене. А, то есть, нам нужно было сделать небольшой абсолютно разрез и ввести туда свет. Они не разрезают все ваше колено. Просто просверливают там небольшие маленькие дырочки. И вы не совсем находитесь в бессознательном состоянии. И они делают местный наркоз. Но остальное, они выставят вас в то, что называется, твилайт. Что? Твилайт. Что это? Твилайт почти твердый. В то время, где твердый. Твилайт – последний дырый день, где твердый. Они делают местный наркоз в той части тела, а всю остальную часть, они как бы вводят в сумерки. И что это значит, вы не полностью отключаетесь. И там даже телевизор такой впереди стоит. И вы смотрите, что делают у вас над вашим коленом. И что очень интересно, и также должны ввести лекарства внутри вена. И входит в медсестра до того, как начнется операция. И она вводит иголку, иглу в вену. И как бы две капли крови вышли сквозь эту дырочку. Я посмотрел на эту рану, я сказал, Это моя кровь. О, это моя кровь. В моей руке дырка. Мне не надо делать эту операцию. Я вошел сюда, я могу отсюда выйти. Но я все-таки решил остаться. Но я никогда бы не смог быть тем человеком, который делает обрезание. Как насчет девочек? Их не надо обрезывать. Думали ли вы о чем-то другом? Это одинаковая простая молитва, обряд молитвы. Который совершается в синагоге. В шаббат и после рождения девочки. И то, что у него появилась дочь. И он говорит такую фразу, которая будет названа таким-то именем в Израиле. И каждый говорит, Мазал Тав. И весь остальной обряд, церемония. И определенно верно, что женщины играли меньшую важность в иудаизме. Не могу вспомнить, говорил я об этом или нет. Так как я только на прошлой неделе был в Алматы и тоже преподавал. Иногда то, что я хочу здесь сказать. И я думаю, так я это уже говорил. А потом думаю, а нет, это было на прошлой неделе в Алматы. Поэтому если вдруг я повторюсь, то вы не сильно обращайте внимание. И когда подходит время к образованию, И большинство раввинов не признавали обучение Талмуду своих дочерей. И один раввин сказал, что тот, кто учит свою дочь, он примет проклятие. Но также были и другие раввины, у которых были очень успешны в обучении жены. И женщине было достаточно изучить галахи, Просто для того, чтобы нормально функционировать в качестве жены и также воспитания детей. И это считалось очень важным. Но изучение Торы этому отводилось наивысшее место. И большинству женщин не позволялось входить в этот мир. Следующая тема — это пидьон хабен. Что означает выкуп первенца. В Библии Говорится о том, что перворожденный сын Или же я хочу перефразировать. Если первенец — это сын, Тогда его нужно выкупить. Заплатить пять шекелей священнику. И то, каким образом это происходит в современной жизни. Если ваш первенец только родился это сын, То вы берете пять серебряных монет. И ищите кого-то, кто исходит из колена священников. И в Израиле у них в принципе в обиходе шекели. Но пару лет назад в Клевленде Один человек из общины подошел ко мне И он дал мне пять серебряных монет. И он сказал, это за Самуила. И сначала подумал, ой, что ты делаешь? И он говорит, ну я знаю, кто здесь священник. Священник, лидер общины, Поэтому я даю служителю эти деньги. Хорошо, я сказал. Следующая тема, бар-бат-митсва. И ортодоксальные евреи У них нету бат-митсвы. Это фраза бат-митсва Бар-митсва означает сын Завета. Бат-митсва — дочь Завета. И у ортодоксальных евреев Никогда не было бат-митсвы. И в принципе мальчик становится бар-митсва В возрасте тринадцати лет. Даже если не происходит специального обряда. И эта церемония стала очень важна. И очень интересно. Многие культуры У нас есть райт-пасаж. Райт-пасаж. Как церемония Для идти в новую этапу в жизни. Райт-пасаж. И интересно, что Во многих культурах, народах Существует Обряд этого перехода. То есть, вы берете, например, Маленького мальчика И приводите его в общество мужчин. И Капасити Вот таким образом Вот таким образом Функционирует, действует бар-митсва И в Библии нет ничего о бар-митсве И в Новом Завете есть Лишь небольшой отблеск Небольшая ссылка На это В отношении Иешуа Когда говорится, что Иешуа пошел в Иерусалим С родителями, когда ему было 12 И это была обычная жизнь тогда Дети бы не шли в Иерусалим За год, только за год До своей бар-митсвы они туда шли И когда вы читаете эту фразу В возрасте 12 Иешуа восшел в Иерусалим И это говорит, что его родители в то время Совершали обыкновенные религиозные Ритуалы, обряды того времени И в возрасте 13 лет Мальчик принимает на себя Религиозные обязанности взрослого человека Со стороны Или с точки зрения Его религиозных Обязанностей Перед общиной Он становится взрослым И также его можно причислять К числу тех мужчин С которых можно уже требовать И в еврейской мысли В 13 лет он уже несет ответственность За свои грехи А до того времени Его отец несет ответственность Поэтому представьте себе Еврейского отца В это время В наши дни Особенно если ваш сын Не очень послушный О, хорошо Бог Теперь он твой Я вспоминаю Бармитсу Моих старших Двоюродных Братьев Они были в том городе В котором вырос я Там не было много евреев Две-три тысячи И была одна ортодоксальная синагога И один реформаторский храм И большая часть моей семьи Посещала реформаторский храм Но часть моих родственников Тетя, дядя и племянь Двоюродные братья Принадлежали к ортодоксальной синагоге И поэтому Это воскресное утро Я пошел На бармитсу Моего двоюродного брата И после совершения церемонии Все сошли В подвале На первый этаж В синагоге Была хорошая Большая вечеринка Много еды И мой отец говорит Моему двоюродному брату Он говорит Теперь ты сегодня мужчина Можешь выпить шнапс Виски И спустя некоторое время Позже потом Робин и я Пошли к нему домой Он пошел в бар своего отца И налил себе немного виски Не пять глотков А пять именно бокалов Не маленькие Затем мы пошли в мой дом Робин посмотрел на мой холодильник Нашел там пиво Выпил пиво После этого мы пошли в торговый центр К этому времени Робин был уже достаточно пьян И через дорогу от моего дома Мы называем это Луизиана Абайо Это не стовок И это не река Вода, где течет Вода течет там очень медленно Перетекает И Робин видит Мальчика другого Через На другом берегу И говорит Иди сюда Робину сказали Иди сюда Он прыгнул туда Поплыл И его одежда просто была ужасная И наконец стемнело Время идти домой И мы возвращаемся обратно В дом Робина И все взрослые их семьи Находились в то время В гостиной комнате А вот заходит Робин Который на меня Оперся Лег почти Он не мог даже стоять Я довела его до его спальни И потом мой дядя Джо Сказал мне А теперь ты, Волтер, можешь идти домой Хорошо На следующий день Когда я пошел Навестить Робина Я спросил Что с тобой случилось? Как тебя наказали? Он сказал Ничего Он сказал Меня так тошнило Я так рвал Что мой отец сказал Достаточно Поэтому Я не рекомендую Напиваться на бармицву Я никогда не забуду эту историю В Америке Это как бы прискорбно говорить, но Бармицвы Бармицвы Стало Таким Событием На котором можно Посоревноваться У кого будет Самая большая бармицва И, например, кто-то из вашего класса Организует бармицву Тематически основанную На Звездных войнах А семья говорит О, у нас Денег все равно больше Так что сделаем Еще больше бармицву В Майами Жила очень Богатая Семья Еврейская Они потратили Полмиллиона долларов На батмицву Их дочери Это безумие просто И батмицва Это более Как сказать Новое явление В иудаизме У реформаторских И консерватированных Евреев Есть батмицвы И независимо от того Проводится ли бар Или батмицва Это должен быть Первый раз Когда вас позовут К Торе Читать Тору Моя жена Помнит Свою Батмицву И она была Очень хорошей Еврейской Девочкой Я рос Евреем Но я об этом Не сильно переживал Я вырос Атеистом Но она верила В Бога В иудаизм Она была одной из тех Девочек Идеалистов И она Дала Далее Синагогу О том Анн Франк Кто? Анн Франк А Кто А А А А А Анн Франк Анн Франк Анн Франк И она Говорила У нее была Речь Перед Всей Синагогой На своей Батмицве Об Девочке Которую Звали Анн Франк Энн Франк Которая Умерла Во время Холокоста Погибла Во время Холокоста И наверняка Это было Очень Как бы Впечатлительно Очень Хорошо Она сказала Что после Моего Выступления Все просто Затихли Все слушали Очень Напряженно И Очень Тоже Плохо К сожалению После Их Бар И Бат Митвы Это Последнее Время Когда Они Приходят В Свою Синагогу И Давайте Возвратимся Снова К Браку Старая Еврейская Традиция Также Проходила Соответственно С этой Традиция Процесс Венчания Не Венчания Как Обручение За год До Венчания И Это Было Официальное Обручение И Во Время Этого События Выпивался Один Бокал Вина И Есть Два Имени Кедушин Кедушин Или Эрусин И Затем Год Спустя Было Само Бракосочетание И Под Низуин 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 Большинстве Еврейских Свадеб В наше Время Содинено И то И другое Вместе Эрусин И Низуин Вместе С разницей Пару минут Также Есть Определенная Модель Еврейской Свадьбы Все Гости Собраны Невеста Входит Последний И Часть Церемоний Под Названием Эрусин И Также Происходит Обмен Ценностями Также Обручальным Кольцом И Так как В соответствии С Еврейским Законом Не Нужно Церемонии Для Того Чтобы Быть Сочетаемым В Иудаизм Есть Три Способа Как Быть Законно Женатым Первое Это Обмен Какими Либо Ценностями Второе Это Посредством Письменного Документа И Третье Это Просто Жить Вместе И Также Должно Быть Намерение Сторон В том Чтобы Вступить В Брак И Раввины Не Рекомендовали Просто Сказать Что Вот Мы Переезжаем К Другу И Мы Таким Образом Женаты Но Рекомендовали В Библии Это Таким Образом В Библии Рекомендовали В Библии Это Таким Образом И Иногда В Библии Происходило Это Таким Образом Например Когда Исаак Взял Ревеку Он Просто Взял Е В Свою Палатку Она Уже Выразила Желание Быть Его Женой Но У них Не Было Большой Церемонии Письменный Документ Подтверждающий Брак Ктуба И То Что Должно Быть Указано В Ктубе Это Ответственность Обязанности Брака И В Некоторых Ктубах Муж 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 Даже Указывал На То Сколько Денег Получила Его Жена И Даже Сколько Денег Он Оставил Ей После Того Если Он В Друг Умрет И В Некоторых Современной Ктубе Также Указывается Сколько Алиментов Он Будет Платить В Случа Развода И Очень Много Американских Судов Принимают Этот Документ Как Вполне Законный И Когда Я Сказал Что Существует Три Законных Способа Выйти Замуж Или Жениться В Каждом Из Этих Событий Должно Быть Два Свидетеля Кроме Третьего События И Вы Можете Понять Почему И Вы Знаете На Древних Древнееврейских Свадьбах После Завершения Свадебной Церемонии То Муж Брал Жену В Свой Дом Где Они Имели Отношения И И Вы Знаете Если Бы Не Было Крови То Могла Бы Возникнуть Потенциальная Проблема И И Как Вы Знаете Когда И Шуа Сказал Что Друг Жениха Стоит Снаружи И Он Слушает И Жених Кричит Все В Порядке Моя Жена Была Девственницей Также Выпиваются Две Чаши Вина Во время Церемонии Или же Семь Благословений Семь Брахот И Обычно В наши Дни Равины Будут Говорить Какую-то Речь Выступление Во время Бракосочетания Я всегда Очень Нервничал Когда Мне Приходилось Проводить Бракосочетания Если Вы Проповедуете Какую-то Каждую Неделю И Это Проповедь Такая Себе Посредственная И Вы Говорите Что-то Такое Невразумительное Ничего Страшного Вы Вернетесь На следующей Неделе И все Исправите Но Если Вы Сделаете Ошибку На Бракосочетании Это Похоже На то Что Эти Люди Женятся Только Один Раз В Жизни Поэтому Основной Чем я Молюсь Во время Бракосочетания Пожалуйста Бог Не допусти Чтобы Я Сделала Ошибку И Как вы знаете Обычно Равин Должен Держать Бокал Вина Пока Пьет Женщина И Он Должен Держать Стакан Я Всегда Себе Представлял Такое Вдруг Если Я Перелю Вино И Оно Потечет По Платью Невесты К Счастью Бог Пожалел Меня Он Ответил На Мою Молитву И Как вы Знаете В Торе Мужчин Могло Быть Больше Больше Чем Одна Жена У Жен Не Могло Быть Больше Мужей Что Звучит Не Совсем Справедливо Но Так Было И Поэтому Раввины Знали Что Тора Позволяет Это Библия И Также Они Знали Что Истории В Библии Обычно Нам Говорили Что Это Не Была Очень Хорошая Идея И Ни Одного Из Известных Нам Раввинов Не Было Больше Чем Одной Жены Кто Из Вас Знает Закон В Торе Который Говорит О том Чтобы Брать Больше Чем Одну Жену И Есть Три Момента Что Первая Жена Не Будет Самый Самый Как Библии Не Библии Три Библии Трех Вещей Нельзя Уменьшать Для Первой Жены Знаете Что Это Умолять Это Еда Одежда И Секс Это Это То Что Там Говорится Поэтому Вы Можете Брать Вторую Жену Если Эти Три Момента Будут Останутся На Таком же Уровне И В Еврейском мире Который Проживал Где Были Именно Христианские Страны Вот Эта Практика Иметь Несколько Жен Она Не Была Так Часто Но Только До 1040 Года Когда Был Издан Указ О Запрещении Еврейским Мужьям Брать Больше Жен Гершом Издал Этот Закон И Вот Какая Проблема Появилась И Только Евреи Ашкеназы Послушались Его Указания А Сефарда Нет И Вот Как Рассуждал Равин Гершом Христиане Позволяют Себе Только Одну Жену И Мы Не Можем Позволить Христианам Думать Что У них Более Высокие Моральные Стандарты Чем У нас И Евреи Сефарды Жили В Арабском Мире Большей Части И Мусульманам Было Позволительно Иметь До Четырех Жен И Поэтому Была Такая Самая Мотивация У них И Вплоть До Двадцатого Века У Некоторых Евреев Было Несколько Жен В 1950 Году Когда Израиль Вывел Вывел Евреев Из Йемена То У Некоторых Мужчин Было Несколько Жен И Это Могло Стать Причиной Вполне Законных Проблем Поэтому Что Сказало Государство Израиль И Они Говорят Если Вы Хотите Иметь Несколько Жен То Пускай Так И Будет Но Вы Не Можете Брать Больше Жен Если У Вас Есть Только Одна Жена Сейчас Все На этом Все Поэтому В наше Время В Еврейском Мире Только Одна Жена Если Только Еврей Станет Мормоном И У Некоторых Мормонов Можно Сказать Тонны Жен Время Перерыва Продолжение следует Продолжение следует...